Кемалуга, айтнез? Бугун 14 октября Бугун Митинг Байыров Гирей Нечен Бугун Башладыны Митинг 60 Елл Ваход 18 октября Митан Ваход Ваход Елл Ваход 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 Милиферка программасында «Стратегия 21.00» «Стратегия 21.00» «Стратегия 21.00» Чтобы не стоять под флагами Милиферга, поэтому мы проводим 14 октября. Восфияга, он же первый раз решил провести 18-го. А вы должны сейчас сказать, мы 60 лет проводим 18-го. Что ты там это? Мы здесь будем. И к чему это приведет, если бы мы так повели, как вы говорили? Вы же сильнее, ваша позиция. Позиция сильнее, чем у Восфияга. И вторая позиция. Всякая провокация состоит из двух сторон. Со стороны провоцирующей стороны и провокатора. Так же. Поэтому мы не хотим оправдать ожидания тех людей, которые нас провоцируют. Просто ваши позиции и традиции, 60 лет за вами, ваши лозунги, так сказать. Мы свои лозунги и традиции чтим. Они намного сильнее, чем дата 18 октября. И я считаю, что вы должны были в этот день на первом месте стоять. Ну, это вы считаете, а информационная рабочая группа на своем заседании Вы каждый год проводите. Здесь и все за и против решили, что мы соберемся 14 октября, чтобы не смешиваться в том митинге, который будет 18 октября. Он даже не митинг, а в общем, собрание Мелиферка. Будем так говорить. Яшши, сауныс. Здесь очень интересные аcilы. Мы набирали. Мы должны их найти. Мы должны плакать со счет того, что у состоят Achoевар delShellia. Мы должны работать. Вы должны пом Зайты, чтобы получить два раза. Мы должны это сделать, чтобы пыли, три раза. Мы должны были причины. Мы должны делать это. Мы должныlemmervous сами. И сегодня на этот счет того, как мы обладали, мы с этим относимся к теме. Мы очень рады, что мы поездки сегодня на 14 октября, что ответственность ответственности на этот момент мы получили в решение этого митинга. Мы получили эту митингную минулой митинга. и все наши народы в этом месте. Для начала, для начала, мы должны начать с этим, и МИЛИАРЭКЕТНИКИ, и МИЛИАРЭКЕТНИКИ, ИМАЛ МАМВЕТЫВ ДОСТУМ. СЕЛЕЙМ, МАРІВ, СЕЛЕЙМ, МИЛИАРЭКЕТНИКИ, ИМАЛ МАРІВ, ИМАЛ МАРТОРА МОМВЕТЫВ КОМВЕТАНТИ. ИМАЛ МАРТОРА, ИМАЛ МАРТОРА, и яичный. было состояться как праздник. Но мы в Крым-Катаре, мы в Крым-Катаре, мы в Крым-Катаре. Мы в Крым-Катаре, мы в Крым-Катаре, мы в Крым-Катаре. Мы в Крым-Катаре, мы в Крым-Катаре, мы в Крым-Катаре. Мы в Крым-Катаре, мы в Крым-Катаре, мы в Крым-Катаре. Мы в Крым-Катаре, мы в Крым-Катаре, мы в Крыму проводим День образования Крымской СССР, и сегодня вынужден проводить его 14 числа. Я в дальнейшем своем выступлении попытаюсь вам объяснить позицию национального председателя Крым-Статару, почему мы не можем это провести до сегодня. Вы прекрасно знаете, что в течение всего периода возвращения Крым-Статар на родину, я уже не говорю за тот период, когда весь наш народ боролся в местах ссылки за возвращение на родину, за восстановление своей государства, за восстановление своих подоминок, Государство Украина, совместно со всеми другими государствами, причастное к этой Крымской проблеме, всячески предъявствовали восстановление прав Крым-Статарского народа и естественного вручения. Вы прекрасно понимаете, когда первые наши Крымские татары возвращались в Крым, какие чинили предъявшие бесчинство в отношении Крым-Статарской семьи, когда повторно выкидывали за противующего кара. Вы прекрасно знаете, почему они это делают. Вы прекрасно знаете, почему в царский период Российская империя стремилась к захвату Крымского полуострова и выход на Черную волю. Эта политика, она никогда не угасала. У имперских амбиции нет конца. Война просто послужила поводом, чтобы обринить крымско-старский народ в ярком руководстве и под этим соусом выслали здесь народ за противные национальные территории. Но жизнь дикует свою. Это то, что было несправедливо, это было киноцидом. Время все равно доказало, что это преступление будет, как говорится, осуждено. Вы прекрасно знаете, в 89-м году в Верховном Совете СССР вынужден был, это не был подарок Горбачева. Некоторые говорят, пришел Горбачев и дал нам такое постановление. Вынужден был принять постановление, где указан был комплекс мер по возвращению Крымско-стар на родину. В том числе в пункте 4 там четко обозначено восстановление прав президентского народа. Невозможно без восстановления Крымской СССР в составе Украинской ССР. Восстановление Крымской СССР соответствует как интересам Крым-статар, так и интересам национальных групп, проживающих на нем, в Крыму. Эта формула говорит о чем? Что восстановление Крым-статарской государственности не означает ущемление прав населяющего населения здесь, в Крыму. Не означает. А наоборот, государственность ему позволяет путем договорных отношений с Украиной разделить полномочия между Крымом и Украиной. Соответственно, по всем вопросам, касающим политики, экономики и развития культуры. Вы смотрели передачу гравитации. Вы прекрасно помните, как вы сказали господин Стерезонов и господин Банкин. Это вот позиция историки, ученых, которые обслуживают политические заказы. Всего населения. Они пытаются доказать, что в Крымской СССР не было государственного государства народа. Но история говорит о другом. Национальные автономии создавались по другому принципу, по территориальному принципу. Не может быть на территории земного шара два русских государства, два французских государства, два французских государства. Государства создавались по наличию на определенных территориях ландшафта, по Бабелеву. По наличию коридорового народа. Точно. Другого нет, природа не существует. Однако для того, чтобы торпедировать решение, выполнение решения 89-го года, враги нашего народа предприняли встречные шаги. Но об этом многие откровенничали, мы об этом частично говорили в передаче «Гравитация». Нужно было просто этот процесс, как говорится, заформализировать, а потом и противодействовать. Референдум проведен здесь в Крыму 20 января 90-го года, он абсолютно незаконный по той простой причине, что референдум не решается вопросом самопределения наций. Причем провели референдум, когда большая половина наций находилась за пределами Крыма. Вы прекрасно знаете результаты этого референдума. Крымстарский народ его игнорировал и накопировал. Всего лишь 1% Крымского татар участвовало в этом референду. И то неизвестно, каким образом цифру появилось. Я вам маленький пример приведу. Господин Твормистров, это один из членов органитета по статусу Крыма того времени, он честно признался даже, что если Крымский татар нам не удастся втянуть в этот референдум, то референдум будет незаконным. Он прекрасно понимал, что это такое. Поэтому АРК сегодня существующая, это практически не Крымская автономия. Она не выражает интересы всего населения Крыма. Она может быть только по сути, ну, колониальной администрации, не более того. Теперь почему мы провели, проводим это сегодня? Вот. Естественно, мы все 20 лет и проказы, знаете, проводили мы день в день, 18 октября. Но, к сожалению, сложилась так ситуация, что на 18 октября назначено какое-то, крайне чрезвычайное, ну, собрание, организуемое Белитерта. Если вы прочитаете программу Белитерта, я сейчас не хочу отменять никаких персон, но важно строить практику. В программе Белитерта записано четко, что государство заказывает, что только к 40-му году сможем добиться, если члены партии Белитерта смогут достичь 50% и более, чем в составе Верховного Совета СССР. И, извините меня, с такой позиции и национальное движение, и народы тогда не согласились. Поэтому участок в этом периаре, который будет 18 октября, мы просто не избавляем. И в конце. Вы прекрасно понимаете, что задачу решить еще стало сложнее, но я имею в виду нашу национальный вопрос. С 96-го года конституция унитарного государства не позволяет находиться в составе унитарной Украины какого-либо другого образования. Поэтому мы направляли и в прошлом году, и на этом же митинге, резолюции. И, кстати, получили ответ из Минюста. И вы знаете, что там указывается? В ответе Минюста на нашей резолюции прошлого года. Что мы, оказывается, должны довольствоваться тем, что здесь закон 92-го национальных меньшинствах. Все ответы Минюста сводились к этому, что наш вопрос решен. Что в законе о национальных меньшинствах все наши, скажем так, преференции, как говорят некоторые товарищи, прописаны. Поэтому мы абсолютно с этим не можем согласиться. Мы не являемся национальным меньшинством на своей родной земле. Мы являемся государствообразующей нацией. На передаче мы это уже говорили. На Украине существует только два народа, которые являются источником государства. Естественно, украинский народ и в Крыму кронстарский народ. Носителями суверенитета, естественно, является здесь все население. Другого нет. Крым не существует. А всякие делики, все, интернациональные автономии, многонациональные автономии, это все блец. К 40-ому году по программе Милиферха мы никогда государство не построим. Это примерно тот период, когда к 40-ому году просто нация Крым-Статар не будет. Вот и все. Будьте ассимилировать по программе господина Бессмертного. Крым-Статар не будет. День образования Крымской АССР. Национальный государственный Крым-Статарский народ. К сожалению, сложилось так, что с 91-го года украинское государство всячески препятствует восстановлению права Крым-Статарского народа на самоопределение. Это право зафиксировано не только в те конституции, которые существовали в 21-го, 24-го, 36-го года, но и в позднейших документах, постановлениях и решениях Совета Министров СССР и Верховного Совета СССР. Есть на Советов Народного Советского Союза. Народных депутатов Советского Союза. Что сегодня необходимо нам все-таки уяснить для себя? Наверное, мы для себя все прекрасно понимаем, что это наша государство, это наша земля. Крым-Статарский народ является субъектом международного права. Это право у него никто не заберет, потому что это естественное право, данное нам Аллахом. Поэтому, наверное, те игры, которые продолжает проводить украинское государство в лице правительства, президента, Верховной Рады, Конституционного Суда, эти игры, наверное, все равно когда-то закончатся. Я так полагаю, что все равно не закончатся. Украина прекрасно понимает, что безопасность, национальная безопасность украинского государства сидится только на том, что так бы крымские нотары не получили своих государств, что бы они боятся этого. На самом деле, получение крымских нотарских государств в составе Украины усилило бы, укрепило бы украинское государство. Тем дольше украинское государство будет отодвигать решение нашей проблемы, тем дольше у нее не будут идти дела, как у государства. Потому что на сегодняшний день украинское государство не состоялось как государство. У нас, значит, в Крыму существует, значит, Крым практически оккупирован, да, колонизирован. У нас, значит, администрация, да, колонизационная администрация у полицейского мира. Значит, крышко-татарский народ должен был, значит, проблемами должны были решаться государственные программы. Эта программа была объявлена, кстати говоря, в воскресенье, не помню, 89-го или 90-го года. Значит, в этой программе четко на основе этой программы было, что было принято постановление известно, в 1966-е об организованном отношении крышко-татарского народа в Крымскую область. В 1991-м году было принято второе постановление, 819-е, об организованном отношении крышко-татарского народа в Крымскую Газицию. Вот это все было. Значит, был создан государственный комитет, государственный комитет. Я подчеркиваю, сегодня существует республиканский комитет, поделан депортированных, да, да. Наши родины бывают уже, значит, каких-то депортированных людей, нерепрессированных. То есть проблемы, да, вот, подъявленные порядки. И таким образом, да, сегодня вот это существует государственная администрация, колониальная администрация во главе, в которой находится генерал-майор милиции, значит, руководитель республиканских комитетов, значит, полковник милиции. Ну, что еще надо? У нас, значит, здесь полк милиции, значит, основного назначения для усмирения крышко-татарных. Прав у нас никаких нет ни социальных, ни политических, ни экономических местов никаких. Поэтому, значит, я думаю, что все-таки необходимо настаивать на своих правах, необходимо требовать наши права, не просить ни в коем случае, потому что это наше исконное право, это наша земля, вот. Наше богатство разграбляется ежесуточно. Вы знаете, есть такой озер, это Нуслав, с него ежесуточно выводят 67 тысяч тонн песка. И выводят в Россию, значит, на подготовку, значит, олимпийский кибер. У нас, значит, щебень очень хороший, сутками выводятся, вы знаете, в Гологодском районе и так далее. И так далее. Вот таким образом. У нас добыча газа 1 миллиард 400 миллионов кубов. Для потребности населения нашего Крыма всего 800 миллионов. Но тем не менее, значит, цены не избавляются. Никаких, значит, преференций мы не имеем, как лица, которые имеют право на эту землю, на ее недра богатства и так далее. Я хочу, значит, уверить вас, что национальное движение живо, значит, оно не растоплено, не уничтожено. Значит, у нас есть прекрасная молодежь, которая подхватит те, значит, идеи и мысли, которые были переданы нам от старшего поколения. И я думаю, что все-таки в будущем государство Украины, Крымско-Татарское государство состоится. Хочет этого Украина и не хочет. Вот. Тоже не говорим о том, что Украина занимает больше половины крылько-татарских ритмических семей. Вот. В заключение хочу сказать еще раз. Здравствуйте, Крымская Советская Социалистическая Республика Крымских Татар. Ура! Ура, товарищи! Ура! На Украине 1927 года Он говорит на Крымских Татар. Мы делимся в Крымских Татар. Ура! 18 октября, 91 годовщины в середине Кримской Айссе. Кримская Айссе прекратила свое существование и репрессии субъекта коренного государственного государства. В 1991 году возникла автономия с высшими национальными самопределениями, а это так называемое территориальное самопределение, решившие национальными самопределениями и поселениями субъекта коренного государства. В 1991 году в Украине были приняты ряд законодательских акций предотвращений восстановлениями, национальными самопределениями субъекта коренного государства, национальными самопределениями субъекта коренного государства, в том числе, каковый должен быть коренной народ. В более двадцати лет умеренная Украина продолжает геноцид с проявлением признаков и этноцидом. Это кратие в понимании правящего лица Украины и признание двадцати лета его политическую стану. Украина не проявляет политическое валютное действие. Автономия в более одностративной территорией, это составляет грудные взяты, уменьшую свою экономическую страну. Добывая своих трудовых усмотрений, вбежит политику ассимуляции народа, с намерением исчезновения гримской нации. Более двадцати лет народ катастрофическому положению во всех сферах отрицанием его национальных прав, выдержанием статуса национальных веществ. Аккурсированная автономия позволяет отнять достояние решение им земли, языковой среды. Одни встречи, пустословия и обман, создание факта рода комиссии, популирование многонациональной политической стратегии разного рода программ, для Вадима Георгиевича, двадцать лет не применить, и не приведут желаемые к цели приступанию создаваемых национальных веществ. Национальные права, возникновение творческой национальной депутатности, являются естественными неоподолжением между средств и сгонными. На приводе со всей автодушкой и срокурой оборудовании национальных национальных веществ. Воскресенье и автономии в Кременноморье вне правого поля, потому что людей пошло нового отрекута и несусместя, каковым должен быть гореной народ. Останемся и нечезди. Оскорение и чувство опасности в процессе ликвидации всего национального, единственного объединения по имени национальной идеи стратегии, необходимых возвращений национальных спецсил и ясно власти Гультуна, осуществление утраченных позиций, бездействие, необходимости именно государственного направлого статуса. Политика предыдущих теленаправленных солдат вынешает сплочение жестких форм акций проблем кадровых, освещение национальных органов телевидения, по имени культурных художественных, фестиваль, песнь, танцев, и проблем необходимость национальной политической плотности. Осуществление необходимости обидения вокруг национальной идеи восстановления государственности, никакая другая всего комплекса проблем также связать компонимико со всеми атрибутами не решить ни одной, ни одна, двумя знаний политического статуса. Своего обидов взрыва на телевизор, у меня индустрии переведены в городе немцы или акшиматаном следствием в основном здании нет иного пути для Украины связывающей грим при похоронении реального селиката его осмысления необходимости однозначно однозначно политического статуса суперта коренного политического статуса это 20 лет бесплатный геносида говорят о таковой в о в взрыв о в об о о м о о о о о о Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok 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 своей государственности, земли, имущества, культурных и исторических достояний, могил предков. Весь народ был незаконно репрессирован и выслан в Среднюю Азию, Урал, Казахстан и Сибирь. А в 1954 году историческая родина крымстотарского народа Крым опять-таки в нарушении вышеуказанных конституций, а также и конституции Украинской ССР был незаконно передан из состава Российской Федерации в состав Украинской ССР. Верховным Советом СССР 28 ноября 1989 года было принято постановление 845 о восстановлении прав крымско-татарского народа, где в разделе 4 определено, что восстановление прав крымстотарского народа не может быть осуществлено без восстановления автономии Крыма путем образования Крымской АССР в составе Украинской ССР. Это соответствовало бы интересам как крымских татар, так и представителей других национальностей, проживающих ныне в Крыму. Однако Украина, приняв 12 февраля 1991 года формально закон Украинской ССР о восстановлении Крымской АССР, на практике продолжила политику, направленную против восстановления прав и состояния крымско-татарского народа в Крыму и в Украине. В то же время в нарушении всех законов и конституций 20 января 1991 года в Крыму проводится в противовес законным требованиям крымстотарского народа незаконный референдум с главной целью создать, по сути, колониальную администрацию. Таким образом, в Крыму были созданы нелегитимные органы власти для противодействия реализации права крымстотарского народа на самоопределение. А приняв в 1996 году конституцию независимого государства, Украина цинично провозгласила себя унитарным государством, тем самым отрицая не только права крымстотарского народа на землю, государственность и историческую родину, но и существование самого народа, так как на государственном уровне стало проводить политику этноцида и ассимиляции крымстотарского народа. На резолюцию митинга, проведенного в прошлом году, Национальное движение крымстотарского народа получило ответ от Министерства юстиции, который однозначно можно расценить как продолжение курса геноцида крымстотарского народа, закрепленный в дискриминационной конституции унитарной Украины. То, что Украина всей мощью своих государственных институтов противодействует реализации исконного права крымстотарского народа на самоопределение в Крыму, ясно показывает и ссылка Министерства юстиции Украины на закон Украины от 25 июня 1992 года о национальных веществах, что является политическим мошенничеством в чистом виде. Унитарная Украина, навязывая крымстотарскому народу доктрину национальной культуры и автономии, желает навечно закрепить юрисдикцию Украины в Крыму, основанную на преступлениях 18 мая 1944 года и 17 февраля 1954 года и еще референдумом 20 января 1991 года. И восстанавливая права крымстотарского народа, власть на протяжении последних 20 лет от выборов до выборов пользуется частью крымстотарского народа, которая участвует в выборах и таким образом придает легитимность всем этим выборам и власти, не признающей наши права. Учитывая данную ситуацию и полное отсутствие возможности в нынешнем правовом поле Украины добиваться решения национального вопроса крымстотарского народа и осознавая ответственность за его судьбу, участники митинга считают нецелесообразным национальным интересом участия крымстотарского народа в выборах депутата Верховной Рады Украины. И это продолжать до тех пор, пока не будет выработана и принята новая конституция Украины как федеративного, многонационального и многоконфессионального демократического государства. И конституционным законом Украины не будет восстановлена государственность крымстотарского народа как национально-территориальная в составе Украины. Для безусловного и справедливого восстановления всех прав и состояний крымстотарского народа и обеспечения всем национальным группам реального равноправия участники всекрымского митинга требуют 1. Признать на государственном уровне насильственное выселение из Крымской АССР в 44-м году и последующие репрессии крымстотарского народа актом геноцида. 2. Президенту Украины и Верховной Раде Украины 3. Незамедлительно выработать и принять новую конституцию Украины как федеративного, многонационального, демократического государства, учитывающего интересы всех народов, наций и этносов, проживающих на его территории. 3. Конституционным законом Украины 4. Восстановить государственность крымстотарского народа его национально-территориальную в составе Украины с объемом полномочий не ниже Крымской АССР 21-го года с взаимным разделением и делегированием полномочий между Крымом и Украиной по образцу Татарстана и Российской Федерации. 4. Создать конституционную комиссию 5. С влечением в нее полномочных представителей крымстотарского народа стоящих на принципах наказа народа по выработке новой конституции Крымской Республики 5. Как национально-территориальной автономии защищающей интересы как крымстотарского народа так и представителей других национальностей проживающих в Крыму 5. Утвердить в новой конституции Крымской Республики правовую квотную норму 6. Представительство крымских татар во всех структурах государственной власти не менее 36,6% 6. Государственными языками в Крыму считать крымско-татарский, украинский и русский 6. Принять закон Украины о полномасштабном восстановлении прав репрессированного крымстотарского народа 7. Принять государственную программу Украины по возвращению и обустройству всех крымских татар до сих пор вынужденно находящихся в местах ссылки и реализовать ее в течение первого конституционного срока президента Януковича до 2015 года 8. Инициировать работу и выполнение пешкекских соглашений 92 года на основе двухсторонних и многосторонних договоров между странами СНГ 9. Заключить с Российской Федерацией двухсторонний договор по практической реализации статьи 28 договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной в которой гласит высокие договаривающиеся стороны будут сотрудничать по вопросам восстановления прав депортированных народов в соответствии с договоренностями со странами СНГ на двухсторонней и многосторонней основе 9. Срочно наложить мораторий на распродажу крымской земли до полного возвращения и обустройства крымстотарского народа в Крыму 10. В случае игнорирования Украины и законных требований по восстановлению исторической справедливости крымстотарский народ оставляет за собой право принять адекватные меры по реализации требований наказа народа без восстановления целостности, компактности, государственности, прав и состояния крымстотарского народа Украина как демократическое и правовое государство не состоится от имени участников митинга вот такая резолюция предлагается Поддерживают сегодняшние участники митинга вот в основе вот такой вот проект Есть конкретно возражающие, которые предложат какую-то другую альтернативную Нет Слава устаезу, демократ Энде митингмазын битымекчен? Демократическим А, дополнение А, дополнение, давай, давай Ком Пошли, подъезжай, пожалуйста Я тут стану В качестве дополнения к резолюции Я полагаю, что все-таки в качестве адекватной меры необходимо сказать о том, что Крымская нотарская народ, что во время, значит, репрессии, насильственного усиления Ее гражданство российской бюджерации, который никто его не лишал Это значит о том, что мы, демократический народ, можем отказаться от украинского гражданства Поскольку украинское государство не желает решать вопросы своих граждан Как, значит, в первую очередь прыгнуть на данные Именно с точки зрения политических и гражданских прав, социальных прав И второй момент Второй момент Мне хотелось бы отметить, что, наверное, необходимо здесь же указать о том, что Крымская нотарская национальная движение может поставить вопрос о финансации всех международных договоров, которые заключала Украина касательно Крымского полуострова Добро пожаловать в Крымском полуостров Крымский полуостров Субтитры 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 Фиркаларга, кешкелентларгага, бежемиетлерге бөлініп-бөлініп китеміз. Догры, бекен бір тасил проблемлеры бардыр. Бір социал, культур ве илахри проблемлер олар бар милетин içинде. Егер олар шо проблемлеріні чесеселер, насылмаз? Олла еркес сиаси меселені чесмек пешінде. Біз, бүгінде бүгін, мен бәлесем, ақымыз йоқ. Сен межлістің ағамысын, бұтарапқа тұр. Сен межліске қаршысын, бұтарапқа тұр, демеке бірді біріміздің ақымыз йоқ. Біз бір милетміз. Есас талапымыз әркесіге бәлі. Анашу талаплар етрафында бірлешей. Айыры бір шақсылар етрафында дегел. Мен айтып кетштім, бұл мейданны бір даваға чөвірмеге ұстемейм. Алла сақласын. Келіп бұл митингті яраштырғаныңыз үшін көк сау ұлық. Көк сау ұлық. Алла сау қарыңызы берсін. Біз ақылсыз бір милет дегелміз. Ақылымыз сүкіріміз ерінде. Келіп бұл митингті, бұл митингті яраштырғаныңыз. Алла сау қарымыз бірсін. Продолжение следует...